Всем огромный привет, с вами вновь Низ, друзья, добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас будет несколько лайфхаков как улучшить картинку, как улучшить изображение на примере игры Farming Simulator 22, но на самом деле это работает не только, далеко не только с этой игрой. В общем заметил я, что приходили мне сообщения, стали приходить много сообщений о том, что как у тебя выглядит круто классно, что у тебя за видеокарта и что у тебя за настройки и так далее и так далее. По поводу графики, ребят, все очень просто, сразу хочу сказать это для новичков информации, но таковых очень много, оказывается на самом деле люди просто не знают. Работает это в первую очередь для обладателей видеокарт от Nvidia, то есть с другими видюхами, к сожалению, такой фокус не прокатит. Что нам нужно? Нам нужна программулина GeForce Experience, она идет с подавляющим большинством видеокарт от Nvidia и даже некоторыми старыми. Моя видеокарта 1660 Ti, тому пример, вот это как раз и она. В общем, ладно, от слов к делу, давайте сразу приведу пример, как это работает и что это такое, чтобы вы долго не заморачивались. Смотрите, я пока без пояснений покажу вам следующее. Вот так выглядит картинка дефолтная в Farming Simulator 22. Также она, например, выглядит и в, не знаю, в популярной игре ARK. Я тоже ее стримил и показывал все эти изменения, правда я не показывал как это работает. Теперь обо всем по порядку. Мы имеем вот такую вот скучную, унылую, неприкольную картинку, да? И что нам нужно для того, чтобы изменить? Я сразу хочу сказать, в описании к видео я воткну, конечно, ссылочку на сайт Nvidia. Там вы найдете и GeForce Experience, если он у вас не установлен, и список видеокарт, которые поддерживаются. Это очень огромные списки, я, простите, этим заморачиваться не буду, потому что большинству, вот кто Nvidia имеет, точно зайдет. Это прям именно из тех пояснений, которые делаю я. Я не то чтобы тороплюсь, но это реально растянется на полчаса. Ну, не хочется этого делать, потому что и так, наверное, все разберемся. Если вдруг нет, пишите в комментариях, помогу с настройками и так далее, и так далее. Короче, я использую клавиши по дефолту, которые в GeForce Experience сейчас есть. Прожимаем Alt-Z для того, чтобы мы как раз увидели меню настроек самой программы GeForce Experience. Дальше прожимаем на шестеренку и проверяем. Есть такой параметр, как фоторежим, игровой фильтр. Он должен быть у вас включен. По дефолту так и есть. Если вы здесь ничего не трогали, он будет у вас включен. Все, закрываем это и больше пока не трогаем. Для того, чтобы проверить, поддерживает ли игра фильтры, если вы не хотите эти списки длинные изучать, прожмите Alt-F3 и вуаля. Здесь в данном случае у нас фильтры вот слева вылезли. Все хорошо, все работает. Здесь первая колоночка стиле 1, 2, 3, прессе-то так называемые. У меня как бы уже настроено под себя. Сразу хочу сказать, это сделано под себя, как я вижу картинку, как мне нравится. Вы можете делать все, что угодно. Ну, поехали, сделаем что-то подобное. Здесь, как вы видите, у меня два фильтра. Это цвет и резкость. Все, больше ничего нет. Вы можете сейчас поставить на паузу и увидеть мои настройки. Они очень простые. Я выкрутил насыщенность на сотку. Если сделаем так, то это будет просто черно-белая картинка. Если вернем, ну, например, в ноль, как это было изначально, это дефолтная картинка, не что иное. А вот, насыщенность оттенков я и цвета оттенков я убрал. Мне так показалось лучше. Если вернуть это примерно там в серединку, то, ну, не знаю, как-то это все равно для меня будет немножко не то. Вот, и, одним словом, температуру тоже играйте. Смотрите, вертите насыщенность. Вот, например, у меня была так такова. Здесь можно есть чуть-чуть поярче, чуть-чуть, да, потемнее. Все на ваш вкус. С цветом я разобрался. Я надеюсь, и вы тоже запомнили, как это выглядит у меня. Дальше я добавил фильтр резкости и выкрутил насыщенность на соточку. Если это убрать, что это будет? Ну, смотрите, я выбрал технику специально именно такую. Сейчас я даже, кстати, подойду поближе и будет вообще все понятно. Ну, например, вот так выглядит грязная техника в этой игре. И на примере фильтра резкости давайте сравним, что будет. Если мы убираем это в ноль, вы, наверное, обратили внимание, грязь, вот это все, оно как бы размытое, нечеткое и так далее. Игнорировать зернистость. Это то же самое. Вот если мы, например, насыщенность возвращаем, так будет, наверное, лучше. Игнорировать зернистость. Смотрите, все текстуры, даже самые мелкие-мелкие, будут здесь отображаться. Вот бак возьмем этот. Ну, вообще, вот рама, да, все. То есть, все видно очень круто. Если сделать так, то будет просто тупо замылено. Если убрать еще и насыщенность, то вообще будет мыло мыльное и текстуры будут все эти сливаться. А вот если сделать так, как делал я, то, собственно говоря, вот все четенько, все хорошо, все видно, все классно. Мне больше так нравится. Если понравилось, вы можете тоже воспользоваться и все, и пользоваться уже готовыми прессами. В общем, можно тут несколько стилей сразу менять. Давайте вот перейдем, где не настроено, будет вторая, и добавим какой-нибудь фильтр. Ну, к примеру, давайте сначала отойдем, чтобы было масштабнее. И включим заново. Alt-F3 повторяет сочетание клавиш, которые идут по дефолту. Добавляем фильтр, по порядку пойдем. Акварель. Ну, не знаю, балуйтесь, выбирайте, что хотите, делайте. Так вам, вот так вы и настроите. Ну, акварель не что иное, если бы мы рисовали красочками, кисточками, поэтому тут так все и подразмыто. И, в общем, козябозя какая-то получается. Ну, не знаю, может быть, вы захотите какой-нибудь креативный, вот, например, такой скрин сделать на какой-нибудь превью к своему видео. Или просто поприкалываться и сделать какие-то веселые картинки. Ну, уж не знаю, для чего это может быть еще. Ну, у меня, например, это в основном просто... Эти два фильтра, которые я использую, ну, просто для большего, лучшего восприятия игры. Так. Что еще есть? Фильтры, давайте, расколь, мы сюда залезли. Но, чтобы и не затягивать, фильтров достаточно много. Смотрите, экспозиция контраст. Там черно-белый, просто увеличение резкости есть. Ну, вот увеличение резкости тоже, кстати, можно баловаться. Я не трогал, по большому счету. Но, опять же, если хотите, чтобы текстурки выглядели четче, вот здесь ползунок сдвигаем вправо. С детализацией надо баловаться, потому что можно перекрутить. И, смотрите, ну, прям такая сепия получается, да? Ну, очень-очень жесткая, на мой взгляд. Ну, а, опять же, все мы видим по-разному. Так что, может быть, кому-то как раз это и понравится. Не знаю. В общем, ребят, такие вот дела. Но, все на этом. Если вдруг видео стало полезным, и вы до сих пор не знали, как это делается, пожалуйста, рецепт прост. Вам нужна видюха от NVIDIA. Вам нужен GeForce Experience, который идет с этой видюхой постоянно. Если вы его не удалили, то он у вас уже стоит. Все. Ставим лайки, пишем комментарии, если вдруг что-то было непонятно. Всем удачи. Всем пока.